Рак Здрасте, здрасте. Добрый вечер, господа телезрители. Сегодня мы поговорим о насущных и волнующих вас вопросах, о катаклизмах и приключениях, которые встали на моем пути во время съемок, во время жизни и прочим, прочим, прочим. О смайликах, например. На прошлом стриме вы меня доебали конкретно. Особенно некоторые товарищи, которые пытались меня троллить и у них очень неплохо получалось. Топ эфиров. Нет, пока что мы просто прямой эфир. Прямой эфир. Это возмутительно. Здравствуйте. Че как слышно, как видно. Здрасте, здрасте. Собирайтесь, собирайтесь. Нам нужен топ эфиров. Пока что у нас просто прямой эфир. Это, бля, переходло. Нет, вот он. Без переходла я никуда. Так, топовый эфир. Топовый эфир. Топовый эфир. Отлично. 400 человек, 420. Нас 420. Хорошая цифра. И мы топовые эфиры. Замечательно. Присоединились. Присоединились. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже 12 человек хочет принять участие в этом эфире. Хуй его знает. Может быть, я и приму это приглашение. Но пока что топовый эфир. 600 человек. Топовый эфир. Это означает, что все люди. Все люди в инстаграме будут его видеть. Все. Возможно, даже твоя мама, которая сидит и в секрете от тебя зарегистрировала учёточку, чтобы смотреть, как ты там. Косяки показываешь в объектив камеры. С ножичками там стоишь. Димон, передай привет Ростову. Вот к Димону я обращаюсь, пёс. Ростов хороший город. Ростов, как известно, это там, где начинается юг. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Лагает. Не знаю, я могу немножко передвинуть устройство. Твою мать. Ну, топовый эфир. Как может лагать топовый эфир? Ты красивый, пишет Crybaby. Не знаю. Не знаю. Так. Кобзон умер. Да, да. Иосиф Давыдович, да? Иосиф. По каким песням мы помним Иосифа Давыдовича? День Победы, Седяное на висках. Песня «Это праздник». Я не помню. Вот эти три песни для меня, они как бы каждый день звучат в голове. Особенно в эти непростые дни. Плохо видно. В смысле? Есть новые тату солнца. Да, у меня есть тату солнца. Вот оно. Солнце. Скоро в школу. Школу. Да. Да, ребятки. Да, ребятки. Наверное, вы уже не сможете так часто сидеть и засирать эфир. Попадать на топовый эфир. Вот мы видим. Вот здесь вот. Ну, для меня вот здесь. Для вас, наверное, вот здесь вот. Топовый эфир. Это не шутки. За сотку отсосёшь, пишет. Ильдар Чикикикик Лол. Ильдар, а тебе вообще в принципе когда-нибудь сосали или нет? Так. Покажи тату. Нет, не хочу. Не трогай лучше. Я не трогаю. Блин, неужели такая задержка? Я пытался трогать минут пять назад. Не то, что ты подумал трогать. Не, у меня будет всё нормально по сети. Может, конечно, дело в том, что я в бане сижу. Сейчас, я сменю геопозицию. Геотайп у нас. Так, лучше? Лагает? Знаешь город Златоуст? Конечно, знаю. Я вообще-то родился в Златоусте. Так. Почему пёс? А ты посмотри на себя. Сразу станет всё ясно. И Ленин такой молодой. И юный. Октябрь впереди. Так. Ну, и Ленин, это два разных слова. И Ленин. Так. Так, так, так. Не, конечно же, мой вокал, он далёк от совершенства. Я не лизер, не флэш, чтобы, ну, выдавать лайвом. Такие вещи. Особенно. Такие тяжёлые партии, которые... А у Новосиб Давыдович. А у Новосиб Давыдович ведь, да, был? Девятый десяток. Это много. Соски где? Соски. Соски там на обратном... На другой стороне... Монитора. В зеркало глянь. Смотришь свои видео? Нет. Зачем? Лучше стал, да? Ну, топовый эфир, топовый эфир. Сделай видос, где ты смотришь твои старые ролики. Интересно, что ты о них думаешь. Ничего хорошего я о них не думаю. Вот. Мой любимый ролик, мой любимый ролик, это ролик «Я ненавижу тату». Вот его я люблю. Этим заповедям я следую каждый, каждый день. Клянусь, клянусь тебе, чувак. Каждый день я пересматриваю ролик «Я ненавижу тату». Вот. Ларин, как это значит с коленом? Не люблю. Если курить, так уж курить. Нет, вернись обратно. Тут лагает. Давайте проголосуем. Слайд-шоу. Видел реакции на твой клип. Блин, у нас топовый эфир или не топовый эфир? Почему лагает? Это не моя проблема. А так? Так лагает? Нет? Крутой у тебя вокал, я знаю точно. Спасибо, Сэм. Сэм сегодня меня порадовало. Я сегодня благодаря Сэму, не знаю. Сэм сделал мой день, короче. Ждите талантливую работу от Сэма. Так, погоди, сиди, возьму. Вот у человека не человек-то. Ни фига. Посмотрите, у меня папа какой прокрасный алкоголь пьет. Я, конечно, не поддерживаю, но тем не менее, не очень-то по-деревенски, да? Блэк Лэйбл, Чилос Ригл. Хорошо живет. Это баня. У меня такая баня, если вам интересно. Сэм, приезжай в баню, попаримся нормально. У меня тут веники. Сам заготавливал в этом году. Баня хорошая, до 120 градусов. Выбьем. Выбьем из тебя все дерьмо. Выбьем из меня все дерьмо. Ну, баня для этого и создана. Так. У меня вот есть прибор для выбивания дерьма. Зацени. Вот. Это, блядь, не шутка, да? То есть, вот, для примера, с зажигалкой сравним. Ты понимаешь, что это выбит из тебя вообще все дерьмо. Абсолютно. Даже которого в тебе нету. Я-то не к Сэму, это я, в принципе, ко всем. Здравствуйте. Ну, что сегодня? Что сегодня нового или что-то спросил? Ну, что сегодня? Сегодня хорошо. Сегодня хорошо. Я говорю, Сэм. Сэм Каштан сделал мой день. А ты только приближаешься к тому, чтобы как-то влиять на мое настроение. Ну, есть несколько ролей, которые мне, блядь, портят жизнь. Но, в принципе, это было забавно. Вчерашний стрим удался. Здорово. Ну, что сегодня? Как дела? Нормально. Дрочил в бане, конечно. Чувак, я даже в лодке дрочил. Я думаю, что если бы у тебя был инструментарий такой для жизнедеятельности, как баня, то ты бы там тоже это сделал. Потому что ты, наверняка, делал это в душе, в постели, в мамкиной комнате, на кухне. Ну, мужики, мы дрочим везде. Сучонок, ты пропустил мое сообщение. Чувак, я не бог. Я не могу все успевать читать. Какой табак ты куришь? Макбарин шоколадный. Привет, здравствуй. Здесь в деревне просто нету табачек, понимаешь? Здесь табак вообще сложно найти. Почему в клипе ни слова не понятно? Хороший вопрос. Не знаю. Мне все понятно. Главное, чтобы самому нравилось. Так ведь мне так мама говорит всегда. Маккейн был педофилом и убийцей. Какой Маккейн? Уточняй. Какие сиги куришь? Неважно, я обычно не кури сигарет. Сигарет это вред. Сигарет содержит системные яды, как известно. Фу, не кури, вам не идет. Так не кури или вам. Ты уж как бы согласуй предложение. Русский язык он такой. Он требует внимания к деталям. Как это вы, батя? Sweet, sweet, sweet poison. Привет. Тут уже люди знакомятся, заводят общение. Вы встретитесь как-нибудь. Сходите на какой-нибудь концерт. Посмотрите фильм. Снимите номер. А я буду для вас исключительно... Давно куришь, нет, полгода. Здравствуйте. Вот тут стой. Нормально? О, Женя Аэрх, окей, привет. Привет, привет тебе. Почему такой злой? Потому что... Потому что ты часто задаешь этот вопрос. Косяк. Да, это косяк. Ты курил сигареты. Ну, старался не курить. Какой бы ты язык хотел выучить? Испанский, чтобы вернуться в Мексику, блядь, и отомстить ему. Слушай, что за херес? Где банк спермы? Где трек про любовь? Трек про любовь, может быть, будет в альбоме, который я сейчас пишу. Вот, понимаешь, я приехал сюда писать альбом. А ты торопишься быть. Не торопись. Когда в Версусь. Версу мы уже сняли, записали. Я баттлился с тремя человеками, я уже рассказывал. Чё с еблом? Может, опухло? Да нет, нет, светок под это. Так. Как избавиться от апатию? Блин, здесь холодно. Я же на севере всё-таки. Потому что я с севера, что ли. Я хочу показать тебе море. Шаганэ, ты моя шаганэ. Кто вам ещё на стриме стихи читает? Новые клипы, когда? Когда альбом дропнул? Где живёшь? Когда новое видео? О, блядь. Как сеть? Ты старый. Ты тоже будешь старым. Как тебе такое? Секрет открою, чувак. Слушай, у тебя проблема. А у меня маленький член. Скорее, у тебя проблема. А, ну да. Лагает. Я не знаю. Я не знаю. Так. Не, я могу, конечно, перебазироваться немножко, если ты подождёшь. У нас всё-таки топовый эфир. Всё равно прочёл Исенина с ошибкой. Да пошёл ты. От перемен и мест слагаемых сумма не меняется. Фу, какая мерзость. Ну ладно, я сейчас пойду немножко в другое место. Окей, подожжёшь меня? Ты главное не убегай. Без тебя плохо. Без тебя? Без тебя я старею. А старость, знаешь, старость не радость, как известно. Блин, прикольная камера, даже в темноте видно. Хотя я сам ни хера не вижу. А в телефоне я вижу силуэт. Это я. Это моя рука. Прикольно. А можно я так постремлю, нет? Давай я так постремлю. Нормально же? Так, 666 людей. Да, 666, это важно. Синдром Бога, это норма. Ну, ты заканчивай с кокрином, чувак. Всё нормально будет. Люди добрые. Люди добрые. Можно вас постремить. Всё, закрой дверь. Вдруг ты ещё придёшь сюда. Так, погоди немножко. Тест, тест, тест. Всё. Фу. Прикольный дом. Это чей? Ненастроено. Так, как давно... Так, как давно курить начал? Да недавно, недавно. Нервно слишком стало. Так, отпишите, как качество видеозвука на топовом эфире, потому что, ну, топовый эфир должен подразумевать, что там всё хорошо. 4к разрешения. Ещё 10 человек, ещё 20. И вот эти 20 человек за весь стрим, который вот они сейчас посетили, 40, 45, 49, 50, да, 58. Эти 58 человек видели всё это время китайские иероглифы. Они даже не знают, что это такое, потому что они не умеют по-китайски читать. Вот. И сейчас, сейчас я готов показать ещё более диковинную вещь. Ковёр. Такие дела. Читаешь фанфики? Не, я сам, на самом деле, все фанфики про себя написал я. Дошик, это не Дошик, чувак. Это китайская лапша быстрого приготовления. Beef from New Zealand and Australia. Ты посмотри. Ты видишь? Ты видишь? Разве на Дошике написано, что мясо из Новой Зеландии и Австралии? Super Hot Pot Beef Flavor. Энергетическая ценность. Энергии. 269 калорий на 100 граммов. Нормально. Протеина. 8 граммов. Жира. 14 граммов. А в тебе значительно больше жира, чем 400 граммов, да? Углевода. 32 грамма. Я думаю, терпимо. В принципе, если туда добавить немножко, ну, чего-то углеводозадержащего, будет нормальный и полноценный азиатский завтрак. Ну, ништяк. А когда ты её есть-то будешь? Ну, блядь. Я могу сейчас, конечно, сухую съесть, но у меня есть чайник. Когда Фит с Жараховым? Не знаю. Это не ковёр, это состояние сознания. Да, 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 да. Я думаю, что ковёр задал майнсет мне на все будущие годы. Ты посмотри. Ты только глянь. Я не знаю даже, как... Это не стимпанк. Это, блядь, не киберпанк. Это не модерн. Не импрессионизм. Хуй знает, короче. Это что-то очень странное. Это искусство, дарованное нам, унаследованное, наверное, нами от внеземных цивилизаций. Такая культурная панспермия, короче. Ничего подобного нету вот этим рисунком, этим образом. Мы уже говорили сегодня про вот этот орнамент. Что он означает? Никто не знает. Про вот этот. Про вот этого жука или человека. Что это значит? Значит, у него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, соответственно, двенадцать. Тринадцать конечностей. Как это антенна. Две... Два отростка. То есть, кастует он что-то очень странное. Ковер хуйня. Эй, нет, 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 нет. Топовый эфир. На топовом эфире я не показываю хуйню. Чё-то часто начал стримить, да? Чё за телефон? Huawei P20 Pro. Я, блядь, буду всегда отвечать прямо. И не бояться за то, что мне не заплатили за рекламу, потому что я ненавижу айфоны. После того, как я переехал на китайца на этого, все мои проблемы, все решились. С раздачей интернета. С зарядкой. С камерой. Здесь лучше. Блядь, с софтом. Бесплатным. Сука. С файлами. С передачей файлов. С экраном. Здесь экран лучше. Потом. С чем ещё? Ну, с совместимостью с разной, да? То есть. Нахуя? Зачем? Зачем? На что я потратил эти годы? На что? Годы пользования айфоном пятым. Шестым. Шестым плюс. С седьмого у меня не было. У меня восьмой сразу появился. Четыре продукта Apple. Больше. Never again. Never again, man. MFTM. А что на Samsung Note? А что не Samsung Note 9? Спасибо, он дороговат. Какого китайца? P20 Pro. Да. Мне он очень нравится. У меня... Блядь. Какой ты тупой, блядь. Я даже читать не могу. Это говно. Ты даже, наверное, начальную школу не закончил. Ты тебе вообще дал смартфон, а, чувак? Поговори, что означают твои татухи? А они должны что-то означать? Я на это не подписывался. Нет. Я не подписывался на то, чтобы у меня что-то на теле что-то означало. Ну вот есть, да, какие-то многоугольники. Есть там какие-то животные. В принципе, образы. А, блядь, значение-то не ко мне. Нет. Набей на спине узор с ковра. Это будет неуважительно к ковру, потому что... Потому что... Текстура в ковре, она имеет смысл только в совокупности с фактурой ковра. Понимаешь? А у меня же кожа-то не ворсистая. Нет. Можно волосы покрасить в ковер. Понимаешь? То есть, побриться под ворс, ну, миллиметров пять. И потом покраситься. Познакомимся. Пишет ЖКО. Нет, не хочу. Далее. Ой, начинается. Ой, начинается. Ну ты и быдло. Знаешь, самое главное качество быдла какое? Оно всегда не ты. Вот в чем твоя ошибка, чувак. Твоя первая песня. Моя песня первая. По-моему... Че-то я там... Еще в Ахангельске на улице Садовой я жил. Из Укулеле я что-то написал. Там было че-то... Ахангельск Садовая 8. Квартира 3. За сливным бочком внимательно посмотри. Ну, че-то про наркотики я не помню. Давно это было. Долго думал, что именно набить. Нет. Нет, 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 нет. Просто шел к мастеру. Говорит, набей мне эту хуйню. Он такой, окей. Так, лол, добрый день. Кристоси. Ты лицемер, да. Нет. Я не лицемер, я скорее циник. Бля, ковер мой украл. Не может быть, этот ковер уникален. Этот, скорее всего... У тебя, скорее всего, реплика. Но это нормально. Все твои друзья ходят в реплики, там, Стоун Айланда, Фред Перри, в реплике Эрмаксов. Ну, ты знаешь. Типа, у твоих друзей нет средств на качечный обувь. Ты как, в общем-то, и ни у кого. Я сам ходил в реплике Фред Перри. Так что, твой ковер – это реплика. У тебя про тро-тро-тро гениальный. Да, тро-тро. Тро-тро я помню на стриме, это был импровист какой-то дебильный. Расскажи, как делать музыку дома. Короче, покупаешь ковер. Это первое, что ты должен сделать. Потому что, какие свойства ковра? Во-первых, абсолютно непредсказуемые образы. Если вот ты видишь, например, как бы тебе объяснить? Вот начнем вот с этого образа, да? Ты можешь просто бегать глазами по ковру и сочинять песню. Ты видишь этот образ, ты такой объясняешь себе. Ну, ладно, хорошо. Это восьмилистный цветок, допустим. Но потом ты оказываешься у вот этого образа. И такой, блядь, чё? Как? Кто это вообще? Ну, и дальше ты двигаешься там севернее. И на севере тебя встречают на северо-востоке. На северо-западе, прошу прощения. Вот такая тварь, которая есть также на северо-востоке. Такая же. Ну, с небольшими отличиями. Плюс ковер имеет свойство звукоизоляции хорошего. То есть эхо нет. Смотри. Понял? Тишина. Ну и всё. Остальное мелочи. Всё, конечно же, всегда исходит с ковра. У кого угодно спроси. Ларин, когда будут дилеммы? Ох, не знаю. Ох, не знаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Сова. Дядя, шо на лбу? Не знаю. Я не хочу, на самом деле, уже отвечать про татуировки. Потому что вопросы-то, блядь, повторяются именно такие себе. Блядь. Среднего качества. Таракан. Где таракан? Вот где таракан? Это вообще на динозавра похоже. То есть, если его обернуть, представь, что это, ну, как бы, зеркально, да, то это похоже на какого-нибудь травоядного динозавра. Я долго думал над этим. Все мое детство я провел в процессах размышления о том, что это такое за хуйня. Чизец. Здравствуйте. Привет. Покрасился. Нет. Фараон, чё думаешь? Я не фараон. А вы верите в бога? Нет. Прости. Фильм вспомнил. А, блядь, фильм. Сука. Сейчас. На котором я плакал? По-моему, великие рейнджеры. Да. Это постельный клоп. Он ночью выпьет всю твою кровь. Я не здесь сплю. Так. Каждый узор. Я чё, сумасшедший, спать в комнате с ковром? Нет. Never again. Я всё детство спал с ковром. Это плохо кончилось. Вот он, результат, блядь. С ковром я могу находиться только при свете. Привет из Литвы. Здорово. Ларин. Ларин, угораю. Угорай. Чё у тебя на лбу? Татуировка. За сколько набил татуировки? Ммм. Не скажу. Не мог ли ты не копировать флоу? Чей? Флоу? Блядь, весь флоу... Ты заебал, серьёзно. Я тебе, это... В лицо придумал встречи. Я весь флоу сам придумал. Не гребывайся. Поэтому я твилоги писал. Омега-3 помогает. Да, да. Видишь, волосы потемнели. Ты хованского убей. Эй. Убийство запрещено на территории Российской Федерации. Монополию на убийство имеют как государство. И то у нас, в принципе, смертная казнь понена. Поэтому нет. Нельзя убивать. Видеоблогером стал. Поздравляю. Привет, Ларин. Интересно твое мнение насчёт профессий, которые сейчас актуальны и интересны. Может дать совет по выбору. Блядь, если у тебя технический склад ума, то осваивай программирование и разработку на какой-нибудь блокчейн-платформе. Есть вероятность, что тебя с руками оторвут, но, скорее всего, ты свой стартап откроешь, потому что, ну, типа, это будущее, чувак. Это как космонавтика в 60-х. Примерно так же. Другое дело, что космонавтика сейчас мертва, и никому нахуй не нужна Луна и Марс. Кроме Ивана Маска. Игноришь? Нет. Нет, просто не всё. Успеваю читать. Ты бы тоже не успела. Ты бы прочитала ещё меньше, чем я. Только многолетний опыт на сложных лайв-трансляциях, а-ля стримы на МедФМ или Ютуб-трансляциях с 10-тысячными просмотрами позволяет мне читать такое количество комментариев. А ты бы и третий не успела прочитать, извини. Ну, либо просто читала. И то по слогам. И без ответов нахуй. Передай привет. Привет, Кобзон умер. Кобзон умер. Уже говорили об этом печальном. Я на программиста поступил. Ну чё, программируй. Без наркотиков можно улететь гораздо дальше. Полностью согласен. Ты молодец. То есть ты рад, что стал видеоблогером? Я больше, блядь, не видеоблогер, чувак. Я хочу музыкой заниматься, заебал. Как относишься к Ри Киев? Ри Киев отличный батл рэпер. На этом всё. У меня тоже фамилия Ларин. Поздравляю. Как тебе идея с Фрилэндом? Фрилэнд? Что это? Расскажи. Можешь спеть свою пачку сигарет на акулеле? На акулеле? Да нехуй делать. Что думаешь о национализме? Национализм это не очень хорошо. Как относишься к Чарльзу Буковске? Это нормально. Я его читал. Был период, когда я его всего достаточно быстро прочитал. Мне было, наверное... Да поздно я его начал читать. Где-то в 23 или 4. 3. 3, да. Я помню тот год. Гоу Фит. Блядь. Пиши бит. Ну окей. Из тебя не выйдет музыкант. Блядь. Уже вышел. Ты рэпер. Ну просто музыканты будут плохие, будут хорошие, будут средненькие. Так что это... Не въебывайся. Эй, пёс. Как насчет конструкт только от мира блогеров? Как тебе идея? Да, неплохо. Взять, значит, меня. Моргенштерна. Кашина. Блядь. Милену Чужову. Сука. Ща мы подкинем. Ща мы подкинем еще. Юру Хованского, конечно же. Кого бы еще... Сколько у него там было? Восемь, да? А я сколько перечислил? Ну короче, давай еще трех. Значит, Милена, Хованский, Як, Кашин, Моргенштерн. Уже неплохо. Лизку, Эдварда Теву и... Гугл-женщину. И гугл-женщину. В принципе, отлично. Отличная команда, равносильные... Равносильные музыканты. В общем, я думаю, что получится неплохо. Если идея понравится, то пишите мне в директ. Ребята, мы сделаем конструкт... Конструкт по-видеоблогерски. Запишем на фоне ковра. У Хаски новый клип, да? Серьезно? Я проебал сейчас после стрима. Я, в принципе, сейчас пойду уже. Спасибо. Good to you. Спасибо. Нет, Ивангай. Да, Ивангай надо взять. Ивангай надо взять. Он сейчас тоже музлом занимается, судя по всему. Ну, по таким косвенным, косвенным ниточкам я могу предположить, что ему тоже интересна музыка. Ивангай, если ты смотришь меня, привет. Вот. Делай, что делаешь. Делай, что делаешь. У тебя все получится. Crazy Megahell. Да, 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 да. Можно, Русю? Ты опять на кокаин подсел? Или что с тобой стал? В смысле, блядь? Какой кокаин в деревне? Я, типа, к матери приезжаю без наркотиков. Кто будет Окси? Окси? Окси у нас не будет. Если ты об этом. Любишь стендап поперечного? Обожаю. Красивый тату, кстати. Спасибо. Данил. Ну, когда мы сделаем блюзовый или джазовый конструкт, это уже следующая версия. Тогда я с Данилом позовем. Что с каналом на ютубе? Он есть. Джаз слушаешь. Скребебов. Дека. Я не знаю, что это означает. Деца. Видео-чат будешь снимать, кто знает. Так. Фон четкий. Да спасибо, 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 спасибо. Вообще весь этот стрим, он посвящен ковру. Ладно, ребята, спасибо, что были здесь. Меня ждет китайская жертва из Гонконга. Можете помолиться за меня, пожелать ему приятного аппетита. Тот, кто пожелает приятного аппетита, тому пожелаю приятного аппетита я. Давайте так вот, давайте, чтобы все честно было. Дима, что думаешь о Шея Лобаф? Шея Лобаф охуенный. Вот, это мой, это мой на самом деле кумир. Вот если меня спросят, кто твой кумир, Дима? Я скажу, Шея Лобаф. Охуенный мужик. Просто... В какой-то момент у него поехала кукуха. Но в правильное направление. Вообще вот туда, куда надо. Красавец. Серьезно. Его инсталляции. Его выходки. Перформансы. Пушка под подушкой. Блять. Ну, я все, конечно, не могу сказать, потому что некоторые вещи запрещены на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, Шея Лобаф крутой. Я люблю Шея Лобаф. Если бы меня спросили, кем бы ты хотел быть, если бы ты не был Дмитрием Ларином, я бы сказал, я бы хотел быть Шея Лобаф. Все. Мне желают приятного аппетита. И путешествие нахуй. Алексей. Скорук. Алексей. Давайте забаню. Просто по приколу. Я обычно не баню людей. Но, чтобы у меня пищеварение лучше происходило. Чтобы лучше у меня сегодня ужин прошел с этим прекрасным китайским продуктом. Мне-то забаню. Прямо сейчас. Подожди. В эфир с гостем. Пожалуйста, на комментарии. Скрыть прямые эфиры. А, да. Скрыть у тебя прямые эфиры. Все, что ты не видел. Банить я не буду. Ты не будешь просто знать об эфирах. Вот. Аппетита приятного. Спасибо. Спасибо. Приятного. Все, ребята. Давайте. Я пошел ставить чайник. Заваривать китайскую лапшу. И продолжать писать альбом. Спасибо за поддержку. Спасибо за вопросы про татуировки, блять, бесконечные. И до новых встреч. Всем пока. Эфир сохранен.